а теперь мы перейдем с вами к интеграции препаратов характеристика то что вот вы сказали монофазные фазные сейчас то есть это фазность препарат фазность препаратов но уже несколько лет понятия монофазные бифазные не используемся поэтому где-то на приличном обществе так скажем не надо использовать эти слова потому что закидает дневными помидорами вот сейчас мы можем называть препараты плохо или хорошо интегрирующие ткани то есть те препараты которые мы раньше называли бифазными теперь мы называем плохо интегрирующие ткани плохо интегрирующие а те что раньше были монофазные мы называем хорошо интегрирующих ткани смотрите то что раньше мы называли бифазными препаратами это что значит что состоит из двух фаз минимум состоять любой по факту гиалуроновая кислота и растворитель любой филлер любой препарат но почему бифазные они были потому что это частицы это препарат то есть вы можете записать следующим образом плохо интегрирующие препараты плохо интегрирующий препарат состоит из микрочастиц плохо интегрирующий препарат плохо интегрирующий процессы из микрочастиц почему микро частиц потому что да мы Architecture сказали гиалуроновая кислота разбухает а потом процесс и производства она измельчается различными способами. И вот получаются микрочастицы. Продолжаем писать. Из микрочастиц одинакового размера. Плюс достаточно большое количество растворителя. Можете, чтобы кратко написать. Плюс много воды, много растворителя.